Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Просили с мужем 9 лет, есть хорошие воспоминания, но сейчас стало нехорошо. Он не слышит и не слушает, о чём пытается него донести. Мы уже разбирали этапы отношений, всё коту под хвост. Мы с ним как сошители, наверное, его это устраивает. Веду себя по отношению к нему, так как он ведёт себя ко мне. Не называют по имени, уткнутся в свой компьютер, и ладно, свои обязанности, как супруга, выполняю. Был уговор заказчика-исполнитель, сейчас у нас в семье так, потому что вижу только такой вариант. Так как человек ведёт себя, что к нему только таким способом воздействует. Вообще, есть другой вариант или уже тупик? Ну, давайте для начала. Вы прожили с мужем 9 лет. Хорошие воспоминания у вас есть. Какого рода эти хорошие воспоминания у вас? Что, что они из себя представляют? То есть вы помните, ну, к примеру... Что там, что делал, значит, ваш супруг для вас? Вы это помните? Или вы помните какие-то совместные моменты с ним? Дальше, я думаю, что не просто так вы выбрали этого мужчину, ну, для отношений. Значит, вероятно, что-то вас объединяло, вероятно, что-то связывало вас друг с другом. Ну, вместо, да? Попробуйте, пожалуйста, это увидеть, попробуйте это увидеть, что вас объединяло и связывало. Дальше, а дальше все пошло наперекосяк. То есть вы стали отдаляться друг от друга. Опять же, вопрос, насколько это случайно все было. То есть, был ли какой-то конфликт или просто... Просто... Быть... Ну, быть... Поглотил вас. Нужно смотреть. Может быть, все-таки были какие-то конфликты, с тем, на которые вы... Не обратили внимания и... Это... Что называется... Запустилось. Да? То есть, ну, стало запущенным. Вот, вы пишите, сейчас стало нехорошо. Ну, понимаете... Не просто же вот так вот было-было хорошо, а потом стало нехорошо. Так не бывает. К этому привели какие-то активные действия. Причем... Как ваши... Активные действия, так и, скорее всего, вашего мужа. Ну, давайте разберемся с вашими действиями. Он не слышит и не слушает, а чем пытается до него донести. Что ж, а как вы это делаете? Вот. Ну, буквально. Как вы... Как вы... До него доносите. То, что вот... Ну... Хотите донести. Донести. То есть, какие... Вы используете... Для этого... Слова. Обороты речи. Если угодно. Короче говоря, как вы это... Конкретно... Делаете. Вот. Ну, было бы... Неплохо... Это рассмотреть. Вот. Далее. А... Собственно... Что именно вы... Пытаетесь... Донести до человека? Ну, опять же... Опять же... Опять же... Буквально... Буквально... Что пытаетесь вы до него донести? Что вас беспокоит? Вот. Вот. Потому что... Вы об этом не говорите? Здесь... Я имею ввиду, вот... Ну... В своем... Сообщении... Вот. Вы... Не пишите... Этого. А... Хотелось бы... Хотелось бы увидеть. Вот. Хотелось бы понять. Мы уже разбирали этапы отношений. Что это значит? Ну, то есть... Опять же... В данном случае... Буквально... О каких этапах отношений вы говорите? Кто мы разбирали? А... Как это происходит? Кто вы... Ну... Разбирали этапы отношения. Вот. А... Ваш муж хочет... Этого. Ваш муж хочет... Этого. А... Ваш муж хочет... Ну... То есть... Он хочет разбирать с вами отношения? Или... У него... А... Что называется... Выбора. Другого нет. Кроме как вот... Разбирать. С вами. Ну... Этапы... Этапы... Отношений. Вот. Все, коту под хвост. Пишите вы. Ну... У меня здесь... Складывается такое ощущение... Такое впечатление... Что... Вы... Хотите вот... Своего мужа... Чего-то... Ну... Такого... Знаете... Довольно может быть конкретного... Он вам этого не дает... Вот... Того... Эм... Чего вы от него... Хотите... И... Вы... Вот... Ну... Ну... Воспринимаете это вот... Вот... Вот так... Вот... Как... Воспринимаете... Ну... Воспринимаете так... Как... Как воспринимаете... Вот... Вы говорите... Эм... Значит... Эм... Что вы живете... С ним... Как... С... Соседи... Вы пишите... Что... Его это устраивает... А вас... Что устраивает... Ведет себя по отношению к нему... Так как он ведет себя ко мне... Он называет по имени... Вдет в свой компьютер... И ладно... Но вы... Получается... Эм... Получается... Вы... Просто... Просто... Зерка... Эм... Просто... Зеркалите... Его... И... То есть... Эм... Получается... Что... Вы... Просто... Ну... Ведете себя так же как он... Ну... Так же как он к вам... Вот... На сколько лет... Насколько это... Хорошо... Как... Как... Как вы думаете... То есть... Вы поступаете так же как он... Притом что явно говорите... Что... Так поступать не... Не хотите... То есть... Ну то есть... Эм... Вероятно вам... Ну... Хотелось бы как-то вот... По-другому... Эм... Собя вести... Вероятно вам хотелось бы как-то вот... Поступать... Но... Вы себе... Вы себе это запрещаете... Получается... Вот... Вот... Надо... В данном случае... Выяснить... То... Как вы себя ведете... Насколько это искренне... Ну... Вот... И... Из какого чувства... Вы... Так действует... Есть... Если у вас обиды... Например... Если у вас обида есть... С этим... Можно... Поработать... вся беда, помочь вам просить, неприятные чувства. Это не так сложно, на мой взгляд, это можно сделать. Свои обязанности как супруга выполняю, ну вот здесь и далее у меня есть довольно строго чувства, довольно столько ощущений есть, что вы себя принуждаете, довольно столько у меня есть ощущений, что вы себя заставляете, что вы себя прямо заставляете, ну, выполнять обязанности в противке. Что вас принуждает к этому? Можно ли спросить? Вот, потому что, честно говоря, пока не понятно. Ну вот, примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Выход, выход, выход есть всегда, вот, любые отношения можно гармонизировать и вот, ну, ваш муж от вас не уходит, вот, вот, пока что, и соответственно, соответственно, пока он, ну вот, не ушёл, да, то есть пока он спален, по голове вместе, я думаю, что есть шанс что-то, ну, что-то подкорректировать, как-то, как-то изменить э, с... ситуаци... вот, то есть, я думаю, что Это можно и возможно сделать, вот, другой вопрос, конечно, хотите ли вы этим, ну, заниматься, понимаете, потому что, потому что, вот как вы спрашиваете, да, сейчас, ну, вот, ответ, конечно, можно дать максимально такой, ну, неопределённый, к сожалению, вот, как-то так. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать, значит, базовые постулаты для психотерапии. Удачи! Обращайтесь!